Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва ЦСКА по легкой атлетике была основана еще в 1962 году. Руководителями школы в разное время были легендарные спортсмены Владимир Куц и Григорий Климов, подготовившие не одно поколение спортсменов высокого класса, чемпионов и призеров крупнейших международных соревнований. Специалисты не скрывают, что просмотреть и оценить потенциал юных легкоатлетов лучше всего во время спортивных состязаний, таких как первенство школы ЦСКА. Сегодняшнее соревнование – это пять возрастных групп, то есть мы сегодня только включаем маленьких. Это 2005 год рождения и моложе, и самые взрослые, можно так сказать, это 1999-2000 год. Сегодня в легкоатлетической школе ЦСКА, включая группы начальной подготовки, занимается свыше 300 детей и подростков. Набор в школу происходит осенью. Ребенок приходит с сентября месяца, и мы уже первые соревнования проводим где-то в ноябре, они уже фиксируют свои какие-то результаты, прыжки в длину, бег 60 метров, ну с барьерами они еще пока, вот я про маленьких говорю, они еще не умеют бегать, но начинают как-то двигаться. В общем, кто чего может, тот то и показывает. И на фоне вот этих результатов первых, они дальше тренируются, проходит месяц-два, они соревнуются в следующий раз. Они уже знают своих партнеров, у кого выигрывали они, кому проигрывали они, и уже следующее соревнование показывает совсем другой результат. Ребенок психологически уже более устойчив, он уже может соревноваться, он может бороться, он может свои все физические силы направить именно на одну какую-то нагрузку, вот прыжка в длину или бег 60 метров. Короче, уже ребенок определяет уже специализацию даже, вот в раннем возрасте. У юных легкоатлетов есть свои кумиры, на которых они хотят быть похожи. Существует закономерность, когда в нашей стране проводятся крупнейшие легкоатлетические соревнования, количество детей, приходящих в школу, резко увеличивается. Посмотрев телевизор, все хотят быть болтом, да, все хотят бегать, ну бегать, во-первых, все могут, это первое. У нас есть один тренер, который говорит, кто не может ничего делать в легкоатлетике, он обязательно сможет ходить спортивной ходьбой. У нас вот для всех есть, вот у нас специализированная школа, ну для любого ребенка есть дисциплина, для любого. Главная задача школы – подготовить спортсменов, готовых достойно защищать честь нашей страны на самых престижных соревнованиях. Ведь это не просто школа, а школа Олимпийского резерва. Конечно, не всем из этих ребят суждено стать чемпионами, но занятия спортом бесспорно помогут им в жизни. Это же жизненный вид такой, мы везде бегаем, мы что-то перепрыгиваем, мы что-то поднимаем, мы что-то перекидываем, ну в жизни это же моменты ежедневные. Ну, во-первых, надо заниматься спортом любым, ну и в легкоатлетике в частности, для самоутверждения. Дети, которые занимаются, они уже и чувствуют себя по-другому, они здоровенькие, они крепенькие, они красивенькие. Посмотрите, сколько детей в легкой атлетике, они все красивые, они просто красивые. И поэтому просто они себя чувствуют по-другому в этой жизни, когда они занимаются спортом. Здесь они общаются, они дружат, они ходят вместе вот в музеи, они ходят какие-то выставки, картины смотрят. Ну, короче говоря, это очень полезно. Легкую атлетику часто называют королевой спорта, и как мы видим, в школе ЦСКА у этой королевы немало преданных рыцарей. Что ж, пожелаем им в будущем ярких побед и рекордов.